Сегодня, 24 мая, глава администрации района Заур Хамирсов провел расширенное планерное совещание с главами сельских поселений, заместителями главы администрации, начальниками отделов, руководителями организации. Перечень вопросов, вынесенных на повестку дня, вылился в достаточно детальную и продолжительную беседу. В ходе совещания была рассмотрена ситуация в районе в целом и в каждом поселении в частности. Традиционное планерное совещание началось с санитарно-эпидемиологической обстановки в Кашхабском районе. Об этом доложил начальник отдела по делам ГОИЧС Николай Зверев. На сегодняшнее утро на территории района коронавирусной инфекцией болело 1908 человек. Всего на лечении сейчас находится 5 человек. За неделю прирост составил один заболевший. Из 5 человек 2 человека находятся на амбулаторном лечении и 3 человека находятся на стационарном лечении. Далее о ходе прививочной кампании на территории муниципалитета доложил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. На сегодняшнюю дату напоминаю, что до Кашхабского района доведен план в количестве 1522 человек, что прошли в нас по району вакцинации. Всего на 23 мая, в субботу позже все пульты работали, 1668 человек у нас прошли в нас, что составляет 15% общего плана, доведенного в Кашхабском району. Из них, значит, спутник 2.1 получили 1618 человек, по 2.013 человек. И у нас еще есть новая вакцина и пивакторона. Всего 50 доз был получен, а все 50 доз использованы. Всего в Кашхабском районе с учетом пивактороны поступило 1990 доз. Остаток вакцина на сегодняшний доз составляет 326 доз. То есть, для проведения вакцинации у нас достаточно доз по данному Кашхабской ЦРБ. Глава района призвал всех участников планерки усилить меры по недопущению дальнейшего распространения заболевания, информировать население о необходимости вакцинироваться. По традиции были рассмотрены вопросы, касающиеся хода призывной кампании, контроль за реализацией нацпроектов, реализацией программы, бюджетное инициирование. Завершилась планерка приятным моментом – награждением сотрудников администрации благодарственными письмами Адыгейской Республиканской Организации Общероссийского профсоюза за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления. Благодарственные письма вручил председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев.